В Казахстане планируют поднять цены на сжиженный газ. Об этом сегодня рассказал министр энергетики на заседании правительства. В профильном ведомстве объясняют эту меру риском возникновения дефицита стратегически важного топлива. На той же встрече глава Кабмина Улжас Бектенов поднял тему некачественной установки газового оборудования на автомобили. Подробнее расскажет Арман Сарсенбаев. Все больше автомобилистов Казахстана переходит на сжиженный газ из-за его относительной дешевизны. Но в то же время он является ценным и дефицитным сырьём для нефти газохимии. А в стране наблюдается его нехватка, которая составляет порядка 20-25%, сетует министр энергетики Казахстана. По его словам, розничные цены в республике примерно вдвое ниже, чем в Кыргызстане, Таджикистане и России, что побуждает недобросовестных граждан незаконно вывозить газ на продажу в соседние государства. В целях привлечения инвестиций в газовую отрасль и достижения себестоимости на товарный газ требуется поэтапное повышение цен на газ с учётом недопущения резкого роста цен для населения. Так, с 1 июля 2024 года пересмотрены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Казахстана с увеличением в среднем на 14,6%. На этом новшества, связанные с топливом, не заканчиваются. На заседании Олжас Бекенов обратил внимание на факты нарушения законодательства при установке газобаллонного оборудования на фоне растущего числа водителей, заправляющих авто с жиженым газом. «И такие прецеденты создают угрозу для жизни наших граждан. Поэтому поручаю МВД и Министерство энергетики принять меры по ужесточению ответственности предпринимателей за непрофессиональное переоборудование транспорта и отсутствие соответствующей отметки в техническом паспорте». По информации МВД, в 2023 году в стране насчитывалось 582 тысячи машин с газовым двигателем. В Минэнерго надеются, что улицы Казахстана со временем заполнят электромобили, заправка которых не будет отнимать столь важный ресурс для нефти-газо-химической отрасли.